Пётр был профессиональным геологом. Ещё в школе, когда все его одноклассники гадали, кем они хотят стать, он уже твёрдо знал, на кого пойдёт учиться. Родился и жил он вместе с родителями на Урале. Там эта профессия особенно в почёте. Окончив школу, он поступил в университет на геологию полезных ископаемых. Пять лет пролетели, как один день. С работой поначалу не клеилось. Вы же знаете, как тяжело у нас молодому специалисту без опыта устроиться. Стажировался и подрабатывал, где придётся. Отработав некоторое время и получив заветные записи в трудовой книжке, Пётр стал искать варианты посерьёзней. Ему улыбнулась удача. Ему удалось устроиться вахтовым методом на север, в одну крупную добывающую компанию. Работа предстояла крайне увлекательная, и Пётр, собираясь на длительный срок, неспешно паковал чемоданы. Сначала на самолёте до города, где был единственный аэропорт. Дальше на вертолёте до вахтового посёлка. Вокруг тайга снежные просторы, жуткий холод и ветер. Пётр быстро сдружился с местными работягами. Освоившись, Пётр стал в свободное время выезжать в тайгу на снегоходе. Просто прокатиться, осмотреть окрестности, познакомиться поближе с природой и лесом. В одну из таких прогулок Пётр, как обычно, остановился и устроил привал. Достал походный рюкзак, вытащил из него контейнер с бутербродами и термос горячего чая. Налив кружечку, он стал неспешно их уплетать. Как вдруг из-за дерева вышел волк. От удивления Пётр застыл в той позе, в которой сидел и даже перестал жевать. Страха не было. Зверь почему-то был один. Он был такой худой, что бока его впали, а рёбра можно было пересчитать. Волк сделал ещё несколько шагов и остановился метрах в десяти. Было видно, что в нем борется страх, перед человеком и перед голодной смертью. На, держи, сказал Пётр и бросил волку бутерброд с колбасой. Тот осторожно, не отрывая глаз от геолога, сделал ещё шаг, понюхал бутерброд и мигом проглотил его, даже не проживав. «У меня ещё для тебя есть», — бормотал мужчина, бросая очередной бутерброд. Так и скормил Пётр весь свой перекус истощенному зверю. Волк подождал ещё пару минут, медленно развернулся и ушёл в лес. Вернувшись в посёлок, Пётр не переставал думать об этой встрече. Он страшно переживал о судьбе зверя и долго не мог уснуть той ночью, так сильно впечатлили его эти события. На следующий день он решил снова наведаться туда же. Через сорок минут Пётр прибыл на место. На этот раз он взял большой кусок мяса и налил себе чаю. Волк не заставил себя долго ждать. Он вышел из-за деревьев и, немного осмелев, подошёл чуть ближе. Зверь, как и вчера, всё съел и уверенной походкой скрылся в чаще. Так повторялось ещё много раз. Пётр, когда удавалось найти свободное время, уезжал кормить своего лесного приятеля. А волк всегда выходил буквально через пару минут после его появления. С каждым днём он всё больше поправлялся, набирал вес и становился похожим на нормальное здоровое животное. А также он всё сильнее начинал доверять человеку, каждый раз подходя немного ближе, но до прямого контакта всё равно не доходило. Инстинкт ему не позволял. Когда вахта подходила к концу, Пётр рассказал нескольким своим товарищам об этой ситуации. Пытался даже попросить помочь прикормить животинку, но одни просто отмахивались, другие крутили пальцем у виска. Уезжал он в тревожных чувствах, так переживал о судьбе волка. Хоть тот и окреп, но как он будет дальше? Выживет ли в одиночку? Да и ждать наверняка будет, но никто не придёт. Спустя несколько месяцев отпуска Пётр вернулся на вахту в тот же самый посёлок. И, конечно, по приезду первым делом решил проведать своё место. Но там его ждало разочарование. Спустя час никто так не появился. В голове закрутились мысли. Погиб, наверное, друг. А может, ушёл? «Надеюсь, что ушёл», — думал Пётр. Подождав ещё немного, он тяжело вдохнул и решил возвращаться назад. Собрав вещи и заведя снегоход, он помчался в сторону посёлка. Пётр ехал быстро, торопился. Он припозднился в этот раз, и нужно было успеть доехать. До посёлка оставалось совсем ничего. Усиливалась метель, видимость начала резко падать. Геолог ехал слишком быстро, он даже не успел ничего понять. Резкий рывок рулём, удар и темнота. Очнулся, лёжа на снегу. В нескольких метрах лежал на боку разбитый от дерева снегоход. Пётр попытался встать, но осознал, что не может пошевелиться. Жуткая боль пронзала спину, ноги и руки. Он понял, что у него множественные переломы. Пётр собрал всю волю в кулак и попытался ползти. Но тело предательски отказывалось слушаться. Ну вот и всё пронеслось в голове. Мороз стоит такой, что когда его хватится, будет уже поздно. Хоть до посёлка и рукой подать. Пётр лежал и плакал от бессилия, и слёзы замерзали на его щеках. Вдруг он услышал шаги, но не человеческие, звериные. Он хотел повернуть голову, чтобы посмотреть, кто к нему приближается, но не смог. Он почувствовал, как кто-то схватил его за воротник и волоком тащит по снегу. Петру было очень больно. Он страшно стонал, но терпел, как только мог. Кто-то тащил его, изредка останавливаясь передохнуть. Внезапно зверь остановился. Пётр уже сильно замёрз и начал засыпать холодным сном. Собрав последние силы и открыв глаза, он увидел, что лежит на дороге, и впереди уже видны огни посёлка. Спасение было так близко. И в этот момент раздался страшный волчий вой. Тогда мужчина наконец понял, кто так самоотверженно пытался его спасти. На этот истошный звериный крик все повыскакивали из своих жилищ. Люди, заметив волка и силуэт на снегу, поспешили туда. Но прежде чем они успели добежать, зверь скрылся в тайге. Пётр выжил. Его доставили в ближайший госпиталь. Год реабилитации фактически учился заново ходить. Но то, что сделал для него волк, которого он спас от голодной смерти, он будет помнить всю оставшуюся жизнь. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.